Сегодня у нас вот такой вот переходничок с 220 вольт на прикуриватель. Давайте его сегодня посмотрим, замерим. У нас заявлено... Он китайский, приходит он вот в такой вот упаковочке. То есть вообще ни о чем. Заявлено у нас... Где-то заявлено 2 ампера, где-то заявлено намного меньше. В общем, давайте посмотрим, что у нас, во-первых. 600 миллиампер. Да. Вообще говоря, всяко будет лучше, наверное, чем вот этот вот USB-шный. У нас есть отдельный обзор по вот этому USB-шному. В общем говоря, по USB-шному он там высасывал так неплохо вполне себе. Вот. И я попробовал тут... Вот на этом телефон, например, там не заряжается, если в цепь объединять. А вот на этом тянет нормально, заряжается. То есть все-таки из розетки чуть получше будет. Ну, опять же, зависит от того, чем вы питаете его, наверное, да, если питаете, чем-то хорошо. То и работе будет хорошо. Вот. У него тоже какие-то характеристики у USB-шного есть. Но мы сравним. Конструкция абсолютно одинаковая у них. Все вот здесь. Вот мне не нравится то, что здесь... Вот это вот кольцо, оно как бы же резко выпирает. То есть вы в любом случае его как-то берете, трогаете его. Мне не нравится это. У меня брезгливость начинается, потому что я касаюсь каких-то элементов, которых я не должен касаться. Но это единственный, наверное, минус. А в целом это... По крайней мере, USB-шный очень неплохо работал. У нас есть нагрузочный резистор. Вот. Он регулируемый. Он там вполне 3 А может высосать легко. Вот. Как бы это все дело не спалить, конечно. Хрен его знает. Чего вы. Как он себя поведет. Вот. А что у нас еще есть? У нас вот такой вот переходничок есть. На два плафончика. Есть зарядочка для телефона. Из прикуривателя, соответственно, в USB. Вот. Я на ней, кстати, уже вот потестировал как раз. Вот такой вот вариант. Телефон видит, начинает зарядку. Вот такой вот вариант не очень. Но, опять же, я не гарантирую, что я ему подал там нормально столько, сколько нужно. Хотя подавал я из адаптера. Адаптер вот такого вида. Он от селмешного телефона. От 9C. Кстати, на обзоре тоже это селмешный телефон. Есть. Можете посмотреть на канале. Здесь 2 А заявлено. То есть, мы подаем 2 А сюда на USB. Подключаем. И оно как бы не работает. Еще второй вариант, что сама вот этот USB-шный переходник с карсокета на USB, что он не очень хороший. Ну, в общем, сейчас попробуем. Так, ну, давайте сначала посмотрим, что у нас тянул USB-шный. USB-шный у нас тянул 1,58 А. Сейчас у нас регулируемый он, поэтому мы можем вытягивать. Сейчас отрегулируемый где-то на 2,6. Вот этот переходничок 2 А. Ну, давайте посмотрим от розетки, сколько оно даст. 1,70, 1,68, 1,65. Ну, где-то 1,60. Ну, еще раз вернемся к USB. Вот у нас сейчас 0,23 А. И мы, похоже, когда первый раз мерили, с перегрузом работали очень сильно. Индикатор зеленый. Сейчас мы начнем крутить. 0,23 сейчас. Видите, индикатор красный появляется вот здесь. 0,30, он уже отчетливо виднеется. И 0,35. Зеленый погас. 0,35. А красный появляется в районе... О, сразу 0,30. 0,30 красный. Меревка даже не может отличить. 0,27. Короче говоря, USB-шный тянет 0,30-0,3. Все остальное оно работает с перегрузом. Вот. Так что наш вариант из розетки, он, конечно, выигрывает. А теперь более четко проверим предел того, что у нас из розетки. Сейчас 0,89. Смотрите на индикатор вот этот вот. Уже на адаптере. 0,87 я кручу. 0,91. 0,98. 1,03. 1,16. 1,25. 1,38. Начали охлаждаться. 1,40. 1,40. Ну, то есть максимально он вытягивает 1,40. Получается. Давайте уберем. Заработал вентилятор, потому что нагревается очень сильно. Еще поднимем. 1,50 и назад на 1,40 сливается. Ну, да. Индикатор в этом же районе приседает. На самом деле. Короче, для 2-х амперной зарядки на 1,40 он тянет. То есть 1,4, 1,5 где-то, ну, максимум, да, получается 1,5, но он вытянет у вас. Ну, и 1,40 это все равно больше его возможностей. То есть он в этот момент перенапрягается. Блок питания, кстати, нагревается ощутимо. Ну, как, если померить, то будет там несколько градусов, но вот здесь вот я чувствую, что нагрев идет. Соответственно, с таким перегрузом, конечно, работать лучше не стоит. В общем, друзья, никаких 2 ампер, как на некоторых сайтах в описании по этому устройству, тут, конечно, не будет. Вот. Мы можем попробовать другой прикуриватель, как это говорят, ну, переходник на USB. Но сильно от этого, я думаю, ничего не поменяется. Поэтому, ну, особого смысла нет. В общем, как заявлено, так он и работает. И не 600, а где-нибудь хотя бы 1,5 мне найти не удалось абсолютно никак. Что из этого нужно заключить? Ну, в принципе, можно разрезать кабель. Вот. Взять свой блок питания. И, ну, например, такой блок питания, который мы использовали в обзоре автосканера Scanmatic. Да, прям такой мега-крутой блок питания. Вот. Собственно говоря, наживить здесь, может быть, какой-нибудь разъем сразу, чтобы удобно было, да, припаять. Или просто провода прикрутить. Тогда, конечно, будет выдавать больше. Но, слушайте, упираемся мы, естественно, не в провода. Провода хорошие, толстые, они не нагреваются, и все нормально. Упираемся мы в сам блок питания. Ну, это бред ставить такой маленький. Ну, я не знаю. Ну, сделайте его, если у вас не помещается. Да, он нагревается вот сейчас вот на 0,6. Он греется. А греется он. 26 у нас окружающая среда. 39, 40, 43. 49, 50. 50, то есть, в самой горячей точке на текущий момент 50. 51, 52. В общем, зачетно нагревается. В общем, я, конечно, этот вариант с адаптером от 220 вольт попользую, посмотрю. Все его события, с ним произошедшие, буду тогда дописывать в описании к видео. Сломается, не сломается. Так что не поленитесь, откройте описание к видео, посмотрите. Там у нас сейчас на YouTube несколько кликов, для того, чтобы полностью его посмотреть. Вот. Там будут... Вся его судьба и история будет в виде обновления. Update 1, Update 2, грубо говоря, и так далее. Все. Вот. Там же будут ссылки на релевантные обзоры. Что значит релевантные? Ну, например, вот на такой USB-шный вариант. Это тоже релевантный обзор, поэтому... Ссылка там будет, посмотрите. И, кроме этого, будет ссылка на все возможности канала. Там все абсолютно то, что доступно. Особняком хочу вам сказать про подписку на Telegram-группу. Вот. Telegram-группа нужна для трех вещей. Первое. Если будут какие-то форс-мажорные обстоятельства с видеохостингом, и либо его, что называется, либо он нас, вот, чтобы нам с вами не потеряться, подпишитесь на Telegram. Второй момент. Там крайне редко, но проходят анонсы очень дельных вещей. Очень редко. Ничего, кроме анонсов, выпусков, там нет. Без рекламы, без всего. И третий вариант. Это возможность прямой связи прямо из Telegram, без какой-то дополнительной регистрации. Просто боту пишите. Ссылка на бот прямо из Telegram-группы. Так что Telegram-группу я отдельно в описании к видео вынесу. Вместе со ссылкой на все возможности канала. А вот ссылка на все возможности, там все. Там и системы донатов, и через них можно контактить, если надо. Про донаты я не говорю. Как бы, да, потому что, ну, сейчас время такое. Но если хотите помочь, можете просто подписаться на канал. Сработает как закладки для вас, чтобы не потерять канал. Но оповещения о новых выпусках отключены на YouTube. Специально, чтобы не фудить тем людям, которые захотели помочь каналу. Поэтому все оповещения доступны через Telegram. Ну, там редкие, очень редкие. На правда дельные вещи. И на всех возможностях канала страницы посмотрите. Там тоже есть разные варианты оповещений. Все то, что там перечислено, актуально. Если это там есть в том виде, в котором это там есть, значит, это так работает на текущий момент. Я стараюсь более-менее за этим следить. Вот. Хочу сказать, что очень важно на самом деле ваша помощь. Потому что у нас обзор неангажированный. Вот. Мы стараемся все-таки делать так, чтобы вы получали объективную информацию. Правдивую. Сейчас этого очень мало. Вот. А без вашей помощи и поддержки канал существовать не может. Он существует только благодаря вашей помощи и поддержке. Поэтому простая подписка – это более чем помощь. И более чем помощь в распространении правдивой информации. Потому что когда мы имеем дело вот с такими вот переходничками там или еще что-то, но они не так дорого стоят. А когда мы имеем дело с более дорогими вариантами техники. Например, в ноутбуке. Или графические ускорители. То есть видеокарты. Вот тут как раз хотелось бы купить нормальный и не продукт, что называется. Вот. В целом стараемся экономить вам время, деньги и нервы. Вот. Время на выбор. Деньги на покупку каких-то неправильных вещей, чтобы вы только правильно покупали. Вот. Ну и в общем, чтобы потом не пришлось еще и возвращать все это дело. Со скандалами и с заявлениями и так далее. Деньги, время и нервы. В целом, в целом все, друзья. В общем, покупать можно. У варианта из розетки под длиннее шнурок, чтобы его разрезать. Приживить к нормальному адаптеру. И запитывать уже в домашних условиях, если вам это необходимо. Уже как-то нормально, да? Потому что, ну, это совсем не кокущий адаптер. Не знаю, почему они, для каких устройств они вообще такую вот, такую штуку сделали. Ну, если есть что-то писать, пожалуйста, в комментарии допишите, что именно вы хотите этим запитывать. И сколько оно потребляет. Должно употреблять. В комментариях это останется. Либо напишите в приват. Ну, то есть, соответственно, по контактам. Мне это тоже будет полезно и интересно. Я примерно буду понимать, что еще может быть, кроме моих задач, например, да? Вот. На самом деле, тут надрезать проводок делов совсем немного. Это не то, как я перепиновывал вот эти переходники разъемные от автосканера ScanMatic. Просто потому что, чтобы не было двойного питания туда. Вот. Это та еще история. Там в обзоре все это. Все. Я про все про это рассказывал. Так что там, конечно, да, так как гармонь получилась прям. Вот. И, ну, да. А хоть, чтобы заработало. В общем, где-то надо вмешиваться руками. Я, к сожалению, без этого, совсем без этого не получается. Так что покупил и все. То есть, я бы и купил бы, ну, не знаю, там, посерьезнее какой-то блок питания, чтобы был. Так их просто нету. Вот. Это минус, конечно. Вот. Стоит ли покупать, ну, сколько вот он держит нагрузки, вы видели. Стоит ли вам вообще это покупать? И готовы ли вы перепиновывать? Ну, в смысле здесь не перепиновывать, а все. Два проводочка просто-напросто, да. Переподключить. Может, чуть-чуть подпаять. Может, чуть-чуть подмотать, изолентой закрутить. В общем, в целом пойдет. Вот. Насколько вы готовы этим заниматься, я не знаю, если честно. Потому что с хороших универсальных адаптеров, из них выходят также разъемы. То есть, нужно купить разъем, маму, да. Вот. Из нее вывести провода и их на скруточках или так паяльничком, ну, вот, с изолентой в итоге сделать. Ну, чтобы это было удобно подключать-отключать. Чтобы не надо было там вставлять какие-то провода, какими-то резинками обтягивать, зажимать, чтобы не слетело. Только отнюд еще нафиг, и все. Разъемы маленькие, у них у всех, ну, такие вот выходят на один из контактов. Ну, в большинстве случаев, то есть, можно закоротить просто. Это нехорошо. Так что, друзья, спасибо, что посмотрели. Отдельное спасибо тем, кто помогает каналу и подписался. Обещаю, фаудить не буду. Оповещения отключены. За оповещениями идем в Telegram, идем на все возможности канала. Там, ну, на тот момент времени, когда вы придете, там будут какие-то другие возможности. Связь держать. Я вам сказал, как. Можно там, ну, на текущий момент еще электронная почта просто доступна. Telegram просто, я думаю, я быстрее там среагирую, чем на электронке даже, да. Так что, если есть что сказать, можете написать. Спасибо, что смотрели, спасибо, что помогаете. Самое главное, вам здоровья, удачи, успехов во всем. Счастливо.